В последнее время мы подробно освещали работу сессии советов городского и сельских поселений муниципалитета, где подводились итоги работы за минувший год. Завершающий аккорд важной отчетной кампании – открытая сессия районного совета, на которой с отчетом выступил глава Славянского района Роман Сенеговский. На сессию были приглашены представители депутатского корпуса городского и сельских поселений, организаций и предприятий, всех заинтересованных служб общественности, своеобразная выставка достижений районного хозяйства была развернута в Малом зале городского дома культуры. Участники мероприятия смогли познакомиться с продукцией славянских товаропроизводителей, которая заслуживает самых добрых слов. 2022 год был трудным и очень ответственным периодом в связи с политическими событиями в мире. С февраля прошлого года Россия проводит специальную военную операцию, и сегодня очень важна поддержка тех, кто борется за интересы нашего государства в зоне проведения СВО. Туда отправились более 700 жителей Славянского района. Более полугода работает фонд помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. Об этом сказал во вступительной части своего доклада глава Славянского района Роман Сенеговский. Он также поблагодарил всех жителей и руководителей предприятий, кто направил добровольные пожертвования в фонд, кто помог и продолжает помогать в этом благом деле. Глава Славянского района Роман Сенеговский отчитался о своей работе за 2022 год, обращая внимание на положительные результаты и в то же время обозначая то, над чем еще предстоит поработать для достижения намеченных целей. Несмотря на трудности, в районе удалось сохранить стабильность во всех основных отраслях, выполнить поставленные задачи. В Краснодарском крае район занимает достойное место по самым разным направлениям. По итогам года Славянский район вошел в группу из девяти муниципалитетов Краснодарского края, устойчивый лидер с высоким уровнем развития и занял седьмое место из 44 территорий в комплексной оценке социально-экономического состояния и перспективного развития до 2025 года. Объем экономики Славянского района достиг 280 миллиардов рублей с ростом на 26% в 2021 году. В основе районной экономики три ведущих отрасли – промышленность, сельское хозяйство и торговля. Объем отрузки продукции в промышленном секторе района вырос до 188 миллиардов рублей. Это третий результат в крае после Краснодара и Северского района. Для сравнения, в 2012 году объем промышленного производства в районе составлял всего 15 миллиардов рублей. За 10 лет этот показатель вырос более чем в 12 раз. Ежегодно на 8-11% производится больше пищевых продуктов. На 20% вырос объем производства стройматериалов. Очень хороший рост показала отрасль торговли. Объем оборота увеличился до 35 миллиардов рублей. Это 12-е место в Краснодарском крае. Развивается и предпринимательство. Благодаря современным мерам государственной поддержки число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло до 9,5 тысяч. В Славянском районе производством сельхозпродукции занимаются 12 крупных и средних предприятий, 112 крестьянских, фермерских хозяйств, 2 кооператива и 24 тысячи личных подсобных хозяйств. Ежегодно славятся тройки лидеров по уборке зерновых колоссовых и зернобобовых культур в западной природно-климатической зоне Кубани. Производство и показатели по рису выше уровня 2021 года. Произведено 315 тысяч тонн, средняя урожайность 69,5 сантиметра с гектаром. А зима пшеница собрана 144 тысячи тонн с высокой урожайностью 65,3 сантиметра с гектаром. Садоводы вырастили более 85 тысяч тонн фруктов, при этом 66 тысяч тонн агрофирма «Садгигант», руководитель Зайлентинов Зарив Закирович. Хозяйства Славянского района стали победителями краевого конкурса по готовому уборке риса. В номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» агропромышленная фирма «Кубань», руководитель Ковальчук Евгений Владимирович, урожайность 86 сантиметров с гектаром. «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство ИП Юрьенко Васильевич, урожайность 70 сантиметров с гектаром». Труженики, занятые в малых формах хозяйствования, внеся свой весомый вклад, вырастили 19 тысяч тонн овощей, произвели почти 5 тысяч тонн мяса и 14 тысяч тонн молока. 2022 год продемонстрировал, насколько важна системная работа. Благодаря ей из года в год растет консолидированный бюджет района. В бюджеты всех уровней за год собрано более 9 миллиардов рублей налоговых и неналоговых платежей. Из них консолидированный бюджет края зачислено 7 миллиардов рублей. В районный бюджет поступил 1 миллиард 517 миллионов рублей собственных доходов. В бюджеты поселений 793 миллиона рублей. По сравнению с 2021 годом на 20% выросли поступления в бюджет муниципалитета. Плановые показатели по формированию бюджетов выполнены. Собранные средства, направленные на благоустройство и развитие социальной сферы поселков, станиц и хуторов. Мы на 11 месте среди 44 муниципалитетов по тэпам роста собственных доходов. Бюджет неизменно остается социально ориентирован. Расходная часть составила 5 миллиардов 322 миллиона рублей. Особое внимание деляется эффективность управления финансами. На территории района реализуются 33 муниципальные программы, которые остаются важнейшим инструментом рамокного расходования средств и достижения запланированных целевых показателей. Отмечу, что и по итогам конкурентных закупок экономия составила более 400 миллионов рублей. Это 31% от начальной цены. Слаянский район принял участие в 13 государственных программах на условиях софинансирования и в 18 проектах. Образование, жилье и городская среда, демография, культура, экология, производительность труда, малое и среднее предпринимательство, а также программа туризм и индустрия гостеприимства. Благодаря этому из краевого федерального бюджета привлечено дополнительно 830 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов, строительство социальных объектов, приобретение оборудования в школы, садики, клубы, спортивные центры. Ежегодно значительная часть бюджетных средств направляется на строительство новых объектов и капитальный ремонт существующих. В 2022 году в Славянске-на-Кубани был открыт современный центр единоборств. Завершается строительство Петровского физкультурно-спортивного комплекса. В отчетном году по желанию славянцев появились две новые спортивные площадки. Тренажерная в поселке Совхозном и площадка ГТО в станице Петровской. В городе продолжается строительство детского сада. В 85 учреждениях социальной сферы выполнены капитальные текущие ремонты. В течение года он выполнил большой объем капитальных и текущих ремонтов на 85 социальных объектах. По поручению губернатора Вениновича Кондратьева капитально отремонтировано здание стадиона в Хуторе-Барониковском. Ученики школы номер 5 получили к 1 сентября обновленный дополнительный корпус 100 мест. Теперь эта большая школа работает в одну смену, что очень удобно и детям, родителям и педагогам. За последние 5 лет введено 1150 дополнительных учебных мест за счет строительства новой школы и капремонта помещений в школах номер 4, 5, 17 и 18. Это позволило значительно снизить нагрузку на вторую смену. В 18 школах и садиках отремонтированы кровли. В школе номер 20 поселка Забойского входная группа. В 4 сельских школах выполнена капремонт пищеблоков. Капитально отремонтирована дополнительная группа в детском саду номер 40 поселка Забойск. С ее открытием введено 20 мест для малышей. Три года назад в этом не было необходимости, а теперь рождаемость повысилась. Малышам подкрылся садик, что и было для них сделано. Это тоже по краевой программе. Продолжается работа по обновлению сельских клубов и домов культуры. Большое внимание отрасли образования. В рамках нацпроекта образования школы района получили 94 комплекта компьютерного оборудования. Приобретены кабинет технологий для лицея номер 4, новая мебель в школьной библиотеке, спортивный городок в школу хутора Ханьков, снаряжение для занятий туризмом и самбо в школу хутора Беликов и многое другое. На олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня более тысячи талантливых ребят, учителей и тренеров отмечены за высокие достижения в учебе и труде, дополнительном образовании, творчестве и спорте. Уверенно развивается культура. Проведено более 2000 мероприятий. Укрепляется материально-техническая база отрасли. Свыше 80 тысяч человек приняли участие в более чем 600 спортивных состязаниях. Расширяется спортивная инфраструктура. Успешно реализуется государственная молодежная политика и это является приоритетом в работе власти. Постоянно в центре внимания жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. Глава Славянского района в завершении своего отчета поблагодарил за совместную работу общественников, всех жителей, которые неравнодушны к судьбе района, глав поселений, руководителей предприятий, депутатский корпус, правоохранителей. От имени актива района выразил слова признательности губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, председателю законодательного собрания края Юрию Бурлачко, депутату Госдумы Ивану Демченко, депутатам краевого парламента Виктору Чернявскому, Жанне Беловол и Денису Выпринцеву за помощь в социально-экономическом развитии муниципалитета. В работе открытой сессии приняло участие заместитель губернатора Краснодарского края Анна Менькова, которая отметила активность района в краевых и федеральных программах, что позволяет успешно ремонтировать и строить новые социальные объекты. Губернатор Кубани высоко оценивает работу главы Славянского района, приводя ее в качестве положительного примера. За эти годы было построено много новых социальных объектов. Здесь есть чем гордиться. И в принципе, когда я здесь бываю, могу сказать, да, визуально меняется, визуально становится лучше. Вы участвуете в программах. Я сегодня на трех объектах побывала. И будем действительно ремонтировать школу Пономаренко, которая уже год как не работает. Да, да, большие деньги. Понятно, что ваш бюджет это не потянет. Понятно, что мы будем региональным бюджетом помогать. Детский сад, который, наконец, начнет закрывать проблемы по ясельным группам. И первая поликлиника, которую уже сейчас приписнуло население 26 тысяч, она раньше срока будет сдана. Надеюсь, она вас как бы устроит. Ну и также как бы хочу заявить о том, что мы всегда Славянский район поддерживали. Сколько Роман Иванович приезжал, обращался, новые темы какие-то обозначал, которые, понятно, что все бюджеты мы лишь ставим накануне года, но всегда находим какие-то сэкономленные средства и обращаем внимание на ваши просьбы. Надеюсь, что вы в таком же темпе продолжите работу и будете показывать такие же успехи. Выступивший на сессии депутат ЗСК Виктор Чернявский рассказал о вкладе Законодательного собрания Краснодарского края и депутатов от Славянского района в решение вопросов социально-экономического развития и выполнение наказов избирателей. Несмотря на сложный год, работа проведена большая. Доклад очень серьезный, очень интересный. Важное направление, конечно, решение социальных вопросов. Есть экономика, есть бюджет, есть возможность их решать. И об этом было сказано. И, конечно, важное значение нужно придавать привлечению дополнительных средств из крыва федерального бюджета. Я хотел бы отметить активность глав сельских поселений и населения в определении новых объектов, которые появятся у нас и появляются через инициативное бюджетирование. Подведены итоги заявок, которые представлены с какого же Славянский район передел неплохо. И суммы от 1,5 до 3 миллионов рублей на 23 год получат на свои объекты Голубая Нила, Ланевская, Прибрежная, Потопская, Рисовая, Селинное сельское поселение. Виктор Чернявский положительно оценил все сделанное в районе за минувший год, подчеркнув, что здесь добились успехов во многом благодаря стилю работы главы района. В выступлениях депутатов Совета Славянского района и общественников также была дана оценка деятельности главы муниципалитета в 2022 году. Доклад был представлен Громом Ивановичем по всем ключевым направлениям развития. Видна работа на перспективу, плановерная, системная. Администрация района сохраняет и развивает непрерывное образование, которое у нас сложилось от дошкольного до высшего. Я благодарна тому, что наш район становится более комфортным, привлекает молодежь, к нам с удовольствием приезжают молодые люди. Скажу, что в подтверждение в нашем филиале обучаются студенты из 35 районов края, и есть студенты из 39 регионов нашей страны. Я думаю, что это, конечно, показательно. Активы решаются в районе социальной проблемы, это места дополнительные. Каждый житель может прийти на любой спортивный объект, заниматься спортом тоже, это очень важно. Чувствуется новый гектар развития молодежной политики, усиливается патриотическое воспитание. По итогам отчета, работа главы Славянского района депутатами была признана удовлетворительной. Законодательная и исполнительная власти района дружно работают на достижение общей цели, повышение благосостояния и улучшение условий проживания славянцев. И требование нашего главы района, Романа Ивановича Селеговского, одно – работать для людей, работать над теми вопросами, которые люди нам задают. Это наша главная задача для того, чтобы наши люди жили комфортнее, удобнее и благополучнее. Мы сделали все возможное для того, чтобы у нас получились результаты, а задача одна – работать, работать и работать над проблемами, которые возникают в жизни людей. Я бываю в поселениях, я вижу, как меняются сельские поселения. В очень лучшую сторону, процветают, красивые, ухоженные становятся, много детских площадок, фапы открываются, домокультуры ремонтируются. И я очень в восторге от такого результата, который у нас делается в нашем районе. Я рада, что я живу в этом городе, где очень много делается для города и для района, и наша комфортная среда образования и здравоохранения. В завершении сессии за большой вклад в проведение выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 7-го созыва почетные грамоты и благодарности губернатора Кубани были вручены активным жителям Славянского района. Также были отмечены представители волонтерского движения за участие в сборе гуманитарной помощи. Успех муниципалитета складывается из достижений каждого жителя, а совместная работа – залог стабильности и развития района. Славянский район благодаря росту экономики, инвестициям в человеческий капитал имеет все, чтобы и в 2023 году быть в числе лучших на Кубани. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Программа «События». Программа «События»